Семья Раисад Исмаиловой находится в очень сложной ситуации. Раисад осталась на улице, жилье у них разрушилось несколько лет назад. Старший сын наблюдается в психиатрической клинике по состоянию здоровья. У 14-летнего Магомеда ряд заболеваний. С каждым годом их количество возрастает, поскольку нет средств на прохождение лечения. Магомед Исмаилов родился восьмимесячном, в родильном отделении, куда поступила Раисад. Врачи уговаривали написать отказную на ребенка, так как он не будет таким, как все. Но мать сразу отвергла слова врача и забрала сына. В возрасте девяти месяцев у мальчика случился первый эпилептический припадок, после чего его уложили в психиатрическую клинику. Там Магомед заболел пневмонией. Первый раз я его в школу отправила, 7 лет ему было. Через две недели даже он не смог там учиться. Нам пришли, сказали, что у него эпилеприпадки, и они боятся, дети, когда у него начинаются эпилеприпадки, чтобы мы его забрали. Он учился на домашнем обучении. Решили еще раз отправить его в школу. Поговорили с учителями, с директором, и они разрешили нам, чтобы мы его отправили в школу. И вот каждый раз нам звонили, чтобы его встретили, где-то что-то он упал. У Магомеда с возрастом образовалась деформация тела. Правая сторона значительно больше левой. Мучают ежедневные головные боли, поскольку у мальчика киста в области лба. Также проблемы с повышенным давлением. На протяжении 14 лет Раисат обращалась во все возможные клиники России. Но из-за отсутствия средств полностью пройти лечение реабилитацию не удалось. На данный момент семье необходима материальная помощь для прохождения лечения в городе Москва. У Раисат Магомедовны имеется долг в размере 1,2 млн рублей, которые она брала под расписку. А также задолженность 50 тысяч рублей за несвоевременную оплату комнаты, в которой Раисат проживает с дочерью и Магомедом. Сейчас у него, когда вот это начало, мы думали, кожа на этот, я сказала, вот так, вот так, у него кожа вот так стала на голове. Это у него сейчас стало 3-4 месяца на голове. Но они нам сказали, мы анализ туда отправляли, но они нам этот анализ, ответы не дали, и сказали, чтобы мы приехали, они подозревают раб кожи. Чтобы туда ехать, во-первых, я не могу освободить отсюда, потому что у меня здесь долг имеется, у меня и так долг большой. Чтобы ехать туда тоже на дорогу деньги нужны, но вещи же тоже нужны, хотя бы ребёнку, мы-то как-нибудь так поехали бы. Активное содействие в оказании необходимой помощи семье Исмаиловых была получена со стороны коллектива школы блогеров Хасавюрта. По словам заместителя руководителя школы блогеров Расула Гаджиева, работа блогеров заключается в оказании бескорыстной помощи всем нуждающимся, при этом вовлекая представителей различных благотворительных фондов. Одним из активных является Закарья Закарьяев, представитель благотворительного фонда «Инсан», который старается, всячески поддерживает каждую нуждающуюся семью. Райсад Исмаилова не перестаёт благодарить всех тех, кто оказывает хоть малейшую помощь её сыну. Магомед, несмотря на все невзгоды, верит, что он поправится и станет таким, как и все полноценным человеком, и не перестаёт благодарить свою маму за всё то, что она делает для него. Любимое занятие Магомеда – это рисование. Большую часть своего времени тратит на искусство, перенося все мысли на лист альбома. Когда Магомеду задали вопрос, если бы у него были три желания, что бы он загадал, не раздумывая, он ответил, что хотел бы вылечиться, затем построить дом в своём родном селе и большой телефон для развития, поскольку он не посещает учебные заведения и проводит всё своё свободное время дома, так как самостоятельно передвигаться Магомеду практически не удаётся. Глаза больных детей, что может быть тревожней, когда беду не в силах превозмочь. Увидев раз, забыть их невозможно. Попробуй им хоть чем-нибудь помочь.